Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Сергей Синёв, психолог, психотерапевт. Сергей, здравствуйте! Вот насколько знаю, вы в нашем городе в гостях. Вот расскажите, пожалуйста, откуда приехали и с какой целью? Ну, действительно, я третий раз в городе Рязань, сам я живу и работаю в Нижнем Новгороде, приехал, меня пригласил к центру доктор Прибраженский для проведения определенных тренингов и семинаров на тему психологии, психотерапии. Как правило, для города Рязани это новинка, такого не было, присуще это городам многомиллионникам или миллионникам. И вот у жителей города Рязани есть уникальный способ общаться с психологом, с психотерапевтом. Да, обычно боятся психологов, но мы не такие страшные, мы добрые. И вот те тренинги, которые я даю, они очень увлекательные, удивительные и достаточно продуктивные для работы с самим собой. А вот какие темы, хотя бы, приблизительно? Вот, как правило, да, приходят. А с чем может психолог помочь? Да, как правило, люди обращаются либо к подружкам, к друзьям, да, сначала сами пытаются как-то разобрать глубокую проблему, а когда понимают, что зашли в тупик или что-то не получается, уже обращаются к психологам. С чем работаем мы? Мы, в принципе, работаем с любой проблемой от взаимоотношения с ребенком до взаимоотношения с супругом или с супругой, да. То есть люди приходят абсолютно с разными запросами и изначально думают, как же так, ну, психология помочь в принципе и нереально. А когда начинают окунаться в это, когда начинают работать, видят, что результаты потрясающие, результаты шеломляющие. И после тренингов, как правило, обычно говорят, здорово, надо было это раньше пройти. Вот. Тренинги не совсем обычные. Это новинка даже и для России, потому что вот в городах-миллионниках это где-то примерно лет 5 существует, только пришли они к нам из Америки. И с помощью определенного дыхания, называется холотропное дыхание, человек начинает работать сам собой. То есть определенный тип дыхания, определенная музыка, человек уходит в свою проблему, прорабатывает проблему и, как правило, разрешает ее. Появляется энергия на решение каких-то новых задач, новых целей. Причем вот настороженность людей какая? К психологу надо ходить долго, да, там психоанализ, например, по фильмам смотрят, да, вот там сидят в кресле, общаются, день общаются, месяц общаются. Когда же жизнь общается? Когда же будет результат? На самом деле на данный момент существуют новые современные техники, когда там за день, за два можно решить достаточно много проблем. и самое главное начать, может быть, с поверхности, да, а потом это все раскрутится. Оказывается, не все так сложно, а даже увлекательно, ну, в познании себя и достижении каких-то определенных целей, в принципе. Ну, вот какой-нибудь там гипноз присутствует, нет? Ну, вот, да. Боятся многие люди, кстати, мне кажется, вот больше всего, наверное. А вдруг я пойду, а меня там зазомбируют, загипнотизируют. Загодируют, да. И вот здесь я скажу, что такое направление существует, но, как правило, уже для России оно отходит. Это прошлый век, это начало 2000-х, 90-е года, как Шпировские там сидели. Вот, сейчас достаточно современные техники есть для того, чтобы человек в сознании проработал свою проблему и понимал, над чем работать, какие пути для этого существуют. И когда мы начинаем работать в холотропном дыхании с некими уровнями, а это три базовых уровня, это первое сознание, то есть человек должен понимать всегда, для чего, почему, зачем, что из этого следует и куда это направить. Второй уровень, он более глубинный, это уровень тела. Почему так происходит с телом? И самое уникальное то, что мы работаем как психологи, да, в плане работы с психикой, но мы также работаем и с телом. То есть этот тренинг направлен на работу с психосоматическими заболеваниями. А, как правило, 70% заболеваний у человека – это психосоматика. То есть это от бронхиальной астмы, миопия, заболевания практически все сердца. У женщины это миома, фиброма. Ну, то есть безоперационное вмешательство можно, и были случаи у меня достаточно много, когда опухоли рассасывались. То есть реально все проблемы у нас в голове? Конечно. И вот пока в голове не разрешишь, тело напряжено. И это второй уровень, с которым мы работаем. И третий уровень, уровень бессознательного, когда становится все достаточно просто, когда человек понимает, для чего это надо, и, по сути дела, не существует никаких преград для достижения цели. Цели могут быть абсолютно разные. От того, как заработать деньги – это насущая такая проблема на сегодняшний день – до работы с телом, до работы с семейными какими-то ценностями. И очень много людей ко мне приходят на тренинги, еще слыша о том, что вот это дыхание способствует оздоровлению, омоложению тела. Ну, я так скажу, как приятный побочный эффект – идет снижение веса. Ну, вот, как говорится, да, нехорошо, наверное, говорится, но тем не менее, что нет психически здоровых людей, да, есть необследованные. Вот я, опять же, на тему боязни психологов, да, вот. Ну, у всех у нас есть какие-то там свои тараканы, да, с которыми мы живем какое-то определенное количество времени, мы к ним привыкли. И вот многие, мне кажется, просто боятся, вот я пойду к психологу, и я стану кем-то не тем, да. То есть как вот с этим быть? Вот действительно, вы говорите и затронули такую очень важную тему, тему изменений. Но тогда вопрос уже к человеку, а хочет ли он меняться? Ведь по ходу к психологу это определенные изменения. Если человек готов измениться, менять что-то в своей жизни, он чувствует, что хватит сидеть вот в этой яме, хватит тех отношений вот этого замкнутого круга. Иногда очень часто человек даже сам, приходя, говорит, вот я вроде что-то делаю, но ситуации повторяются, повторяются, повторяются по кругу, вот. И когда человек уже вот говорит, всё, хватит, я больше так не могу, я хочу изменений, вот это самый лучший способ пойти к психологу и действительно начать меняться. Но смотрите, как реагируют другие. Человек меняется, что с ним происходит? Наверное, ему что-то там психолог наговорил, что-то страшное с ним происходит. Это непривычно, это тревожно, да, со стороны смотрится. Но когда люди видят, что человек меняется, он уделяет себе внимание, он внешне хорошо выглядит, он становится более успешным, да, люди понимают, что, да, работа произошла. Человек, по сути дела, счастлив, он живёт своей собственной жизнью, а не жизнью той, которую в обществе принято называть, ну, я не знаю, «живи как все». Когда человек выделяется из общества, конечно, это выглядит для других достаточно осторожно. На самом деле он начинает жить своей собственной жизнью. И вот я хотел ещё рассказать о таком методе, тоже новый, современный метод, он в России буквально три года. Это метод семейных системных расстановок. Это когда налаживаются взаимоотношения внутри семьи. Например, семья живёт там 5-7 лет, у них происходят конфликты, охладелие чувства. И это тоже можно поправить без каких-то долгих бесед, да, буквально за час, за два. То есть выявить причину, искоренить её, исправить. И, как правило, мужчины приходят к нам, говорят, мы не верим в это, потому что уже всяко пытались исправить. Но когда они видят результат, почему-то у мужчин процесс обновления, скажем так, происходит более ярко, более насыщенно. И мужчины более готовы к изменениям, нежели женщины. Женщины потихонечку, постепенно, но идут к изменениям, и это здорово. А в общем, наше счастье, наше удачливость, благополучие и здоровье – всё в нашей голове, да? Да, всё в нашей голове. Ну что ж, спасибо вам, Сергей, огромное. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Сергей Синёв, психолог, психотерапевт. Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова